Современные военные конфликты теперь ведутся в банках, судах и даже кинотеатрах, полагает аналитик Блумберг Макс Гастингс. Позиция обозревателя основана на недавних событиях, когда власти Китая заявили о намерении присоединить Тайвань. А Россия, как утверждает разведка США, готова вторгнуться на территорию Украины. В этих вопросах и Пекин, и Москва могут использовать любые средства, которые хороши для победы, пишет автор. Что является оружием в их руках, помимо авианосцев, тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, тебе слово. Здравствуй, Марьян. Прежнее четкое разграничение между войной и миром отменено. На смену ему приходит новый режим, который, похоже, почти наверняка станет постоянным, пишет Макс Гастингс. В нем соперничающие государства яростно и опасно конкурируют, но на уровне чуть ниже порога полномасштабного вооруженного конфликта. Сильные государства всегда стремились использовать экономическую мощь, особенно для того, чтобы запугивать или уговаривать более слабых. Но с каждым днем некинетические средства нападения доступны правительствам, включая яристов мягкой силы, банкиров и культурные ценности, а также более привычные кибероружие, становятся все более мощными и беспорядочно используемыми. Экономические санкции становятся популярным оружием против эксцессов государств, изгоев. Однако хотя это может повредить правительство, они редко заставляют их менять свои взгляды, пишет Афа. Тем временем западные компании по связям с общественностью и лоббисты, зарабатывают большие суммы, продвигая имидж и репутацию стран с сомнительной репутацией, а также отдельных лиц. После смерти Джамали Хашоги в 2018 году, власти Саудовской Аравии потратили около 20 миллионов долларов на управление репутацией принца, который по утверждениям ЦРУ заказал убийство журналиста. Крупные мировые медиакомпании тем временем склоняются перед требованиями Пекина, потому что китайский рынок считается слишком важным, чтобы его исключали. Китайские кинематографисты смещают Голливуд, а их британские коллеги через франшизу Джеймса Бонда создают поток супернационалистических военных фильмов, призванных подготовить людей к конфликту с Западом, заключает Гастингс. Кибернетика — это мощный революционный инструмент разрешения конфликтов. Новое поколение профессионалов, кибернаемников, продает свои навыки любой нации или преступной группировки, готовой заплатить за них. Вариант Спасибо, Айсанж. О других новостях в мире расскажет